Скажите, пожалуйста, если после всех событий в середине ноября Россия примет экономические санкции против Чечни и Ингушетии, против даже Грозного в частности, вы как президент какие меры примете? Ну, сама постановка вопроса экономические санкции против Чечни и России, она не имеет под собой основа. Вот если Чеченская Республика блокирует применение экономических санкций, то в некоторых регионах, как и России, будет очень-очень плохо. Отсюда идет вся продукция, важнейшая продукция. 100 стран мира, 140 стран республики и мира. Что значит сейчас приостановить подачу топлива всех видов? Короче, смачным материалом. Мы ведь завязаны не только, Россия завязана не только на Республику Чеченскую, но и на весь Кавказ. Все дороги идут через Чечню, Азербайджан, нефть, нефтепродукты, Чечня, нефть, нефтепродукты. За счет этих нефтепродуктов и этой продукции питается как минимум по России, не говоря об остальных. Знаете, сейчас в средствах массовой информации еще долго очень будут вспоминать события 19 августа, будут вспоминать переворот. Но вот уже сейчас появляется такая информация, проводят аналогии между событиями в Москве и событиями в Чеченом-Гушите. Говорят о том, что генерал Дудаев совершил такой же военный переворот, как это был в Москве. Я не знаю, какой переворот в Москве совершился, военный или казарменный, а генерал Дудаев проводит жизнь решения Общего национального конгресса Чеченского народа. И не отходит от него ни на один пункт. И взял за основу свою, своей программы международное право, закон, насколько он позволяет, и демократия. И против такой постановки ни у одной структуры, ни России, ни тем более местной структуры тоталитарного режима не оказалось никакого оружия. Вот почему сейчас надо перевернуть. Наверное, потому что я военный, все можно валить на военного. Но в программе нашей путь чист он, сверен. И об этом знают все парламентарии России, которые здесь по десятку раз были. И не смогли оспорить ни один пункт программы. Ни один днем. Слушайте, а Вы как президент, даже если ситуация с Россией, в отношениях с Россией будет с каждым днем осложняться, Вы можете дать сейчас уже гарантии, что русскоязычное население, проживающее на территории Чечни, права этого населения будут соблюдаться? Не ущемляться? Я считаю, что не давая никаких гарантий, их права никогда не ущемлялись, и тем более сейчас не ущемляются. Мы приняли закон о гражданстве, приняли гражданство, и я убежден, что все мы будем гордиться, что мы граждане Чеченской республики, независимо от нации, национальности, вероисповедания, политических убеждений. Вы посмотрите, как сейчас события разворачиваются. По многотысячным отзывам коллективов, где в основном население русскоязычное, предприятия, учреждения, заводов, да и участие непосредственно, то это было национальное, а теперь уже превратилось в республиканское. Мы вынуждены были национальную гвардию переименовать и перевести на рельсы республиканской гвардии. Туда вливаются сейчас все, даже женский батальон, половина... Да, это что это такое? Вроде бы как стали формировать женский батальон, это еще одна вооруженная структура, или это просто попытка доказать свою правоту? Значит, женский батальон появился после провокационного заявления Рудского в средстве массовой информации, что якобы чеченцы сперва посылают на штурм КГБ, МВД детей и женщин, а потом стариков, а потом идут сами. И вот самое уязвимое место наших, как чеченцев, так и чеченок, женщин, сколохнуло до такой степени, что они решили создать все-таки женский батальон, вот на этих провокационных заявлениях. И сделали заявление по телевидению, туда вошли все женщины. Вот начальник штаба этого батальона, русская, капитан в названии, значит, и в своем завелении по телевидению, значит, благословили всех мужчин на правое дело. И сказали, что когда последний чеченец погибнет, то вторым эшелоном будет женский батальон. Это заявление, по сути дела, столь символично. По сути дела, мы рассчитываем, что это бессмертие. Бессмертие наше дело. Вы знаете, все-таки свобода опьяняет. Вы не боитесь, что вот эта эйфория свободы приведет, может быть, приведет к какой-то волне беззакония в Чечне? К этому идет вся структура Российской империи, она приводит ее к этому. Уже начался массовый терроризм, теракт почти каждую ночь с физическим уничтожением, применением оружия из-за угла как раз. Вот тут-то и стреляют. Происходит на границах? Нет, прямо внутри. Здесь очень много залегших кагабистов старых, присланных сюда со всех концов для совершения террористических актов. Потом провокационно устроены побег из тюрьмы и лагерей, в которые ходят особо отъявленные провокационные элементы, которые сейчас отрабатывают эту акцию совместно. Все это создает сейчас очень опасный очаг, когда на этой эйфории будут сейчас подыгрывать руки вот эти структуры. И мы вынуждены принимать, я скажу, очень жесткие веры по нормам военного положения. Это касается всего Северного Кавказа или только Чечни? Пока что отстрел начался в Чечне. Значит, убит предательским выстрелом в упор прямо у выхода из университета. Проектор похищен, ректор университета, Канкалик, ученый с мировым именем, еврей по национальности. И событие это разворачивалось как раз в тот период, когда по телевидению выступала раввин еврейской общины, признавая и поддерживая национальное движение. Вот это как раз и не понравилось. Здесь решали они три задачи. Столкнуть чеченцев с еврейской диаспорой с основными национальностями, показать якобы террористический характер нашего движения. Далее выстрелом в упор убив проректора чеченцев по происхождению. Они решали вторую задачу. Столкнуть тейповые интересы на кровную месть, наведя на ложный след. И третье, сейчас якобы Чеченская республика не способна провести квалифицированное расследование, а поэтому прибудут сюда сейчас Шерлок Холмса из центра, чтобы еще больше развинтить здесь свои сети. Но успею заверить, они будут здесь арестовываться и привлекаться к уголовной ответственности. Любой, кто не санкционирован, наступит на эту территорию. Как вы думаете, что ждет народов Северного Кавказа в ближайшее и будущем? Народы Северного Кавказа ждет объединения своих усилий, решения своих проблем исключительно на национальных традициях, на традициях добрососедства. Мы пытаемся в ближайшее время консолидировать наши силы, чтобы локализовать все очаги напряженности на горном Карабахе, в Южной Осетии. В Северной Осетии теперь уже. Значит, войска нужно вывести, вмешательство войск. Под какой бы иди бы они ни входили, они усложняют здесь обстановку. Мы сами свои вопросы способны решить куда быстрее, куда удобнее для нас. И я при полном убеждении, что в считанные месяцы мы эти проблемы решим без возврата. А как вы считаете, если завтра, скажем, все национальности, народности Дагестана, которые проживают на территории Дагестана, объявят о своем суверенитете, и каждый заявит о наличии их государственности, как вы восприняете это сообщение? Ну, объявить это еще не значит, что осуществить. Это очень тяжелый, длительный путь. И я рекомендую всем стать на правовой путь. На правовой. Сколько здесь уже объявлялись? И высший совет, и временный совет. Ильф с Петровым вы сказали, на каждого жителя республики Че приходится по одному высшему или временному совету. Ведь объявление это еще надо на правой основе сделать выбор воли народа. Вот через выборную волю и программу народа идти к своей цели. А объявление это только конфронтация, это дополнительные очаги напряженности, и причем больше внутри, чем извне, а извне подогревают. Это не то. Что ж, у вас теперь есть новый парламент. Будем ждать результатов работы, и вашей тоже. Есть новый парламент, есть, он прикупил к работе. Парламентская деятельность для нас новая. Мы привыкли к старой структуре. Верховный совет, мы обещают депутаты своим избирателям, мост, мост построим. Асфальт, асфальт будет. Газ, газ, продукты, все будет. Равернулись. Извините, а о создании парламента не говорит вам, вот как президенту, что у первого президента Чечни появился новый карманный парламент? Вот это как раз не говорит. Мне кажется, что впервые за всю историю структуры советской власти у парламента есть орган исполнительной, высшей исполнительной власти в лице президента. Ведь парламентское правление предполагает только президентскую деятельность. А сделать гибрид президент, Верховный совет и Совет министров, это невозможно управлять. Поэтому беда и в самой России. Что там сейчас получается? Президент, Верховный совет со своими старыми функциями и структурой, высший орган законодательной и параллельно исполнительной власти обладает и то, и другое. Совет министров обладает высшей исполнительной властью. А кто президент? Королево английское, император японский. Но те шли к своей структуре тысячелетиями. Поэтому Верховный совет, не управляясь со своей функцией и предназначением при такой структуре, и заставляет президента сейчас, давая ему полномочия, в высшей конституции ставить его в незакон. Это же абсурд. Поэтому России надо распустить Верховный совет и демократическим путем избрать новый парламент на многопартийной основе, с учетом всех ошибок, и идти к своим экономическим проблемам внутри. А мы первые помощники. Мы не враги России. Ни Рудской, ни Хасбулатов, ни Дунаев, ни Степанков. Это не Россия, а скорее всего дискредитация России. Мы, Россия, видим демократическую. Та, которая на съезде приняла однозначно. Указ не имеет силы правовой, и его надо отменить. Мы признаем такую Россию.